всем привет продолжаем изучение языка си чтобы выучить язык программирования нужно конечно же писать на нем программы что мы и будем стараться делать начнем с написания самой первой классической программы но классическая она потому что при изучении разных языков программирования в самом начале пишут ее программа hello world мы как бы тоже умничать не будем им напишем ее хотя даже не напишем а создадим проект проект буду создавать в 5 3 что нам надо файл new файл о project и выбираем play in the application то есть чистая си чистая короче все программа так выбираю место куда я это все буду 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 сохранять все наши проекты короче директория выбрал и назовем hello world вот нажимаем next система по умолчанию q-make остается ну а компилятор у нас будет минговая 64 бита вот вижу студия мне установлена но будем компилировать мингл и так для проверки сделаю проверочную сборку вроде все нормально все и так что вы видите вы видите самую простую программу написанную на языке си чтобы скомпилировать что нужно сделать перейти в меню build и например build all project или build текущий проект собрать текущий проект или нажимаем контроль плюс b вот нажал справа внизу по идее вы будете видеть собралась или дальше внизу здесь можно найти вкладочку компайл аутпут и вот здесь в этом компайл аутпут увидеть текущее состояние вот итак давайте запустим программу чтобы запустить надо 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 вот в дебаг и или даже в билд и вот здесь ран в менюшке выбрать либо же зажать контроль плюс r вот теперь что мы видим запустилась наша первая программа и мы видим на экране hello world и press return to close this window вот давайте теперь разберемся из чего вот состоит наша первая программа в первой строке вы видите include std и о аж знак решетка так давайте увеличу немного вот так вот знак решетка это и слово после него include это инструкция или директива при процесса при процессор это такая программа которая работает перед работой компилятора задача при процессором сначала обработать исходные файлы программы то есть сделать предварительную обработку то есть все что нужно сделать зависит собственно говоря от самих вот таких вот директив при процессе дальше нужно передать работу компилятор так вот слово include в переводе с английского означает включить так вот вот здесь с помощью решетки и вот этого слова да а это слово при процессор понимает мы говорим что нужно в файл мэйн си включить содержимое файла std и о аж что это за файл и что это за расширение как бы вы узнаете в следующих уроках сейчас не суть важно то есть некоторые моменты на начальном этапе будут пропускаться чтобы не подавать слишком большого количества информации в самом начале обучения так вот std и о это библиотека которая поставляется вместе с компилятором и называется стандартная библиотека языка си по имени можно узнать для чего эта библиотека имя std и он происходит от стандарт стандарт инпут аутпут то есть стандартный вот вывод а это в свою очередь стандартный вот вывод это в windows это консоль или в юниксах в линуксах это называется терминалом это как раз вот вот это то что вы видите вот вот это консоль или терминал то есть этой директивой мы включаем в начало нашей программы файл std и о аж включение этого файла в нашу программу требуется для того чтобы мы могли использовать вот эту функцию printf которую вы вот сейчас видите включение другого файла это грубо говоря а вместо вот этой вот строки копируется содержимое всего файла std и о аж давайте я зажимаю сейчас контроль и навожу мышкой на std и о аж как вы видите я перешел непосредственно к этому файл и здесь я думаю вы уже поняли что решетка и слово это называется директивы при процессора так вот здесь вы видите другие директивы и другие инклуды соответственно будет при процессор идти по очереди да он увидит std и о аж он грубо раз копирует все содержимое файла вот сюда вместо этой строчки в этой же строчке есть еще один инклуд значит вместо вот этого он сюда скопирует вот это а вместо вот этого вот это и так далее и так далее вот конечно же процесс здесь оптимизирован но не так прям выглядит то есть некоторые вещи могут быть подготовлены заранее но это сейчас не важно так вот давайте еще раз о символе решетка решетка означает что следующее за ней слово нужно передать при процессору то есть нужно обработать при процессору передавать можно не любое слово а только те которые умеет наш при процессора точнее сишный или c плюс плюс при процессор обрабатывать так вот инклуд это одно из тех слов с которым при процессор умеет работать и так идем дальше программа на си каких бы размеров она ни была она состоит из функций и переменных функции содержат инструкции которые описывают вычисления которое необходимо выполнить а переменные хранят значение используемое в процессе этих вычислений приведенная программа эта функция с именем main обычно вы можете придумывать любые имена для своих функций но main особое имя любая программа языке си начинает свое выполнение с первой инструкции с функции мэй вот обычно мэйн для выполнения своей работы пользуются услугами других функций одни из них пишутся сами программе сам самими программистами а другие вот как пример вот этот print f берутся готовыми из имеющихся в его распоряжении библиотек в данном случае мы подключили библиотеку стандартную библиотеку std и о h так вот что мы видим здесь еще после слова мэйн идут круглые скобки так вот собственно говоря а вот эти круглые скобки и являются идентификатором того что мэйн является функцией то есть есть слово после него идут круглые скобки внутри скобок пока ничего нет но там может быть что-то может быть мы конечно же обязательно узнаем в следующих уроках но вкратце внутри функций может быть передаваемая информация которая нужна для работы функции эта информация называется аргументами функции но пока оставим их пустыми вот то есть пока функция будет функция мэйн будет без аргументов итак на новой строке вы видите открывающуюся фигурную скобку а дальше закрывающуюся все функции языка си используют фигурные скобки внутри которых содержится так сказать тело функции вот внутри то есть инструкции которые должна выполнить функция функциям можно вот функциям в целом можно дать еще такое определение именованный набор инструкции в данном случае набор инструкции какой вывести что-то на экран завершить свою работу этот именованный набор инструкции имеет имя main вот вот что мы видим дальше после фигурной скобки мы видим функцию printf слово printf открытые скобки и внутри информация некоторая printf это функция из стандартной библиотеки языка си задача которой вывести на консоль ту информацию которую ей передали опять таки то что это функция мы видим то что в конце слова printf стоят скобки только внутри не пусто а внутри какая-то информация и так так как это функция из стандартной библиотеки то у нее конечно же должна быть какая-то справка чтобы мы все могли чтобы все могли не только мы там все программисты могли познакомиться с этой функцией и я вам советую по поводу справки по языку c и c++ использовать вот такой сайт cppreference.com здесь конечно же есть на разных языках но в данном случае на русском это как бы автоматический перевод работает но более-менее он нормальный и так давайте попробуем посмотреть описание функции printf в поиске вот здесь за мышкой следите вводим printf нажимаем enter и дальше есть варианты это посмотреть c++ и посмотреть c++ нам сейчас не нужен мы изучаем язык c поэтому идем в c выбираем printf дальше мы видим описание этой функции то есть можно включить например русский язык если на английском сложно и в данном случае здесь будет предупреждение эта страница была переведена автоматически вот использует переводчик google так вот описана функция то есть какие она принимает аргументы или параметры вот дальше описание этих параметров и собственно говоря есть непосредственно прямые примеры вот то есть вот пример а вот то что вы видится если вы запустите или скопируете вот этот код можно тут даже запустить этот код вот так вот идем дальше то есть рекомендую пользоваться этой справкой она довольно таки подробная это именно справка так вот идет да идем дальше и так последовательность символов внутри вот этих скобок вот printf а и а именно hello world это первый параметр или аргумент функции тело текст hello world даже не не именно этот текст а любой текст в двойных кавычках называется строкой символов или строковой константой можно заменить заметить что в конце слова hello world есть непонятный символ наклонный слэш да наклонная черта и буковка n за ней такие комбинации символов называются escape последовательности давайте рассмотрим несколько таких последовательностей давайте я скопирую и например напишем единичку и тут t дальше единичку n и запустим давайте программу контроль r так что я вижу hello world 1 1 и что у нас здесь происходит какой-то пробел и после пробела press and press return to close this window что это такое смотрите когда работает функция printf она построчно выводит то что здесь находится но если же она видит какую-то escape escape последовательность в данном случае слэш н то идет перевод каретки а кареткой называется вот этот мигающий курсор так вот идет перевод каретки на новую строку давайте например сделаем вот так вот hello slash t slash n slash n и запустим slash n это перевод на новую строку что такое т т это символ табуляции то есть его размер в данном случае по-моему 4 пробела зависит от настроек в целом операционной системы ну обычно это 4 пробела вот и 2 slash n slash n 2 2 2 перевода на новую строку до каретки так вот здесь вот перед произошел перевод и после этого еще раз перевод вот то есть slash n перевод на новую строку slash t символ табуляции кроме всего этого есть еще много других этих escape последовательности ну я советую просто гугла ну зайти в поисковик и ввести ввести по простому escape последовательности все также можно еще вывести например если вы захотите к примеру вывести двойные кавычки то как это сделать например если я здесь сделаю у меня будет разрыв строки и здесь и вот это слово и язык си не поймет нужно экранировать двойные кавычки соответственно перед двойными кавычками если вы хотите что-то обернуть в кавычки поставить тот же slash давайте запустим и посмотрим и наша world будет в кавычках вот так вот идем дальше в конце функции мы видим return 0 это оператор возврата это означает что функция main возвращает целочисленное значение стандарт языка си требует чтобы функция main возвращала какое-то значение в некоторых операционных системах это возвращаемое значение имеет практическое применение но об этом поговорим в другой раз пока оставим так как требует стандарт что еще хочу сказать еще хочу сказать что буковки пока вот здесь пишите только английские возможно у кого-то сработают русские там или украинские или там белорусские не знаю но это будет не у всех поэтому пока рекомендую только английские буквы язык си был разработан не нами соответственно был разработан англоязыч англоязычными людьми и вот они его использовали как естественный язык для них например int это целая вот тут точно так же если бы мы сейчас если бы этот язык был разработан кем-нибудь из наших из русскоязычных вот и соответственно было бы вот здесь решетка включить так было бы написано тут было бы написано грубо говоря вот так вот целая главная ну грубо говоря вот так вот бы вот так вот англичане и там американцы программируют пишут на естественном языке но почему буковки только английские со временем поймете но чтобы сейчас не останавливаться и не тратить время итак давайте посмотрим на то что из себя представляет переменной но переменная это то что может меняться для того чтобы работать с разными данными нам нужно что-то где-то сохранять куда-то что-то записывать складывать данные и так далее и тому подобное к примеру для того чтобы сложить два числа нам нужно иметь эти два числа давайте опишем вот в такой вот int давайте int v1 v2 эти две строки вот эти две называются операторами объявления здесь мы объявляем две целочисленные переменные то есть то что это целочисленное это говорит int о типах данных мы поговорим в другой раз вот так вот мы объявили две целочисленные переменные с именами v1 и v2 первое слово как вы поняли это int это ключевое слово языка си обозначающие один из базовых типов данных языка си так как это ключевое слово то его нельзя использовать для построения языковых конструкций то есть их нельзя употребить других целях например int нельзя применять в качестве имени функции или перемены то есть вот так вот написать мы не можем будет ошибка вот так вот слово int указывает какой тип данных нам нужен а компилятор использует вот эту вот информацию для того чтобы выделить памяти для переменной v1 пространство подходящего размера идем дальше для того чтобы сложить эти две переменные и поместить результат в третью переменную нам не хватает этой самой третьей переменной ну давайте ее объявим вот так вот в 3 теперь можно сложить value в с value 1 но в 1 и в 2 поместить результат сложения в в 3 как это мы сделаем в 3 равно в 1 плюс в 2 в конце обязательно ставим точки запятой без точки запятой вам сразу же там компилятор может ругнуться не то что может он обязательно будет ругаться и вы увидите повалятся ошибки о том что программа не смогла быть скомпилирована вот так чего у нас еще не хватает нашей программе ну не хватает данных мы объявили три переменных но какие они будут содержать данные неизвестно компилятор просто выделит память для вот этих вот трех переменных и просто сложит эти две переменные и результат поместит в третью переменную какие-то данные в этих переменных содержаться конечно же будут вот но нам не интересно вот такие вот какие то и так значит можно проинициализировать эти переменные какими-то значениями можно это сделать так вот например это можно сделать вот так вот равно там 10 равно 20 ну это пусть равно 0 либо же на этапе объявления можно равно 10 равно 20 равно 0 в данном случае мы объявили о том что нам нужно 33 переменных и сразу же их проинициализировали и так идем дальше получается в переменной в 3 будет содержаться сумма двух значений в 1 и в 2 теперь смотрите важный момент слова v1 v2 v3 это идентификаторы это те имена которые мы выбрали для наших переменных эти идентификаторы связаны с конкретными ячейками в памяти компьютера в данном случае компилятор создаст код который выделит три ячейки для хранения трех значений и свяжет каждый идентификатор с определенным участком памяти для переменных следует выбирать осмысленные имена так как мы учимся писать на языке программирования который в первую очередь для людей знающих этот язык поэтому программисты которые будут читать этот код должны понимать что он делает мы создали три переменные с непонятными именами чтобы понять код нужно будет искать объявления этих переменных дальше искать места где они используются чтобы наконец понять что эти переменные нужны для складывания двух чисел и результат помещается в там в третью перемену что тут можно сделать ну как минимум третью переменную в 3 можно переименовать вот дать осмысленное слово сумма вот 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 так вот сделать и код уже будет более-менее понятным потому что в 1 в 2 ну это могут быть временные переменные для временных переменных допускается вот такие имена но лучше все таки всегда давать осмысленные итак по поводу переменных стандарт языка си разрешает использовать именно идентификаторов то есть переменных любой длины но компилятор должен рассматривать в качестве значащих только первые 63 символа все то есть если у вас две переменные и у них одинаковые первые 63 символа то компилятор вам об этом скажет идем дальше ну как бы создавать переменные с именами в 63 символа то это сказать не очень красиво это аж целое предложение получится вот которую нужно прочитать и понять для создания переменных используются буквы нижнего верхнего региона истра подчеркивание ну и собственно ряд чисел цифр но цифры должны быть либо в средине либо в конце в начале их быть не должно итак давайте придумаем пример понагляднее чем просто сложение двух чисел ну например у нас есть игра и у персонажа есть такое свойство как количество жизни и пусть она будет равно значению 100 ну тогда объявим целочисленную переменную int и назовем ее help help так и сразу же проинициализируем значением 100 вот так то есть это вот жизнь это здоровье и так мы здесь объявили целочисленную переменную с идентификатором help компилятор компилятор зарезервирует память необходимую для хранения целочисленного значения и свяжет эту память с вот этим вот идентификатор и так дальше к примеру у нас есть и ситуация когда жизнь нашего персонажа уменьшается из-за попадания в него снарядов другого игрока например этот урон назовем так bullet damage вот то есть это будет переменная которая будет хранить урон который будет получать наш игрок далее в нашей игре есть такое понятие как аптечки с помощью которых игрок может восстанавливать какое-то количество жизни создадим две переменные то есть два идентификатора для хранения значения которые будут восстанавливать жизни и так есть есть смол над кит и биг матки то есть по факту мы объявили четыре переменные у каждой переменной свой идентификатор но теперь давайте их будем использовать и так урон был получен то есть игрок получил урон есть игрок получил урон какой-то то нужно взять его жизни и от этих жизней отнять количество урона и сохранить новое значение жизни в ну то есть обновить наши жизни соответственно мы берем текущее количество минус урон и сохраняем в нашей жизни и в данном случае если прилетел урон у нас было 100 жизней 100 минус 20 получится 80 в результате станет 80 что еще тут как бы важно важно еще если есть какие-то непонятные конструкции желательно их прокомментировать то есть комментарии в языке си ставятся двумя наклонными чертами дальше желательно пробел для чистоты и пишите комментарии в данном случае в принципе по коду понятно что здесь происходит но если что-то есть непонятное желательно строки комментировать тогда всем будет намного легче жить итак идем дальше игрок получил урон дальше игрок использует маленькую аптечку и игрок использует большую аптечку а теперь давайте воспользуемся уже знакомой нам функцией printf в конце функции printf вот она да printf вы видите еще такую буковку f то есть есть слово print которое как бы что-то печатает да а в конце f что это такое f f от слова формат то есть эта функция если в нее вчитаться она печатает выводит в форматированной новую информацию вот то есть функция выводит на экран консоли не просто информации а может эту информацию отформатировать вы уже видели да я показывал escape последователь то есть сделать отступы какую-то табуляцию сделать перенести на новую строку и т.д. и т.п. и так что нам надо для чего нам нужна функция printf ну в первую очередь давайте напечатаем вот вот это все то есть мы напечатаем сейчас выведем значение начальное значение жизни дальше количество урона сколько маленькой аптечки большая аптечка восстанавливает выводим printf initial values дальше по аналогии будем выводить жизни теперь смотрите что вы сейчас здесь увидите новое новое здесь это то что мы помимо строки будем выводить еще значение в данном случае значение жизни чтобы вывести что-то нам нужно в текст например вот жизни и в текст заканчивается где вот двойная кавычка и вот двойная кавычка внутри у нас может быть текст либо вот такие непонятные как бы я бы не сказал что непонятно вот они описываются спецификаторы и описание каждого вот у нас например процент d процент d если мы пойдем в справку говорит форматирует знаковое целое число число вот то есть мы можем выводить целое число то есть в наш вот этот текст встраивать какое-то число то есть когда мы передаем процент d то обязательно в таком же порядке потому что мы можем например тут несколько сделать вывести чисел например 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 вот так вот то нам нужно обязательно сколько здесь процентов например d мы задали столько же переменных мы должны вот здесь указать то есть поставить запятую и в таком же порядке вывести но в данном случае мы выводим только пока жизнь и так здесь я вывел все остальные значения то есть я вывожу начальное значение жизни урон от пули значение восстановления маленькой аптечки и большой аптечки и давайте запустим контроль R что мы видим мы видим на экране всю эту информацию то есть жизни у нас количество 100 урон от пули 20 маленькая аптечка восстанавливает 20 большая аптечка восстанавливает 50 жизней вот теперь давайте добавим какую-то информацию вот после того как мы там получили урон восстановили жизни еще раз восстановили жизни так давайте урон от пули у нас будет даже вот так вот 70 даже давайте 80 итак я добавил еще принтефы для того чтобы вывести дополнительную информацию теперь смотрите запускаем программу и что мы видим начальное значение жизни количество получаемого урона маленькая аптечка большая и теперь игрок получил урон жизни у него осталось 20 дальше игрок использует маленькую аптечку жизни стало 40 потом игрок использует большую аптечку жизни стало 90 программа наша закончена вот в принципе на сегодня все в качестве домашнего задания я вам дам следующее ознакомиться с правкой printf и поиграться со всякими там вот такими параметрами и поиграться с переменными данном случае с переменными целочисленными потому что о типах данных мы еще не говорили но если вы о них уже что-то знаете или узнаете это будет только плюс вот то есть поработайте с функцией printf и повыводите различные значения ну и отформатируйте вот посмотрите что такое почитайте что такое escape последовательность ну а на сегодня все всем спасибо за внимание всем пока